Рекламно-информационная программа С Верой в спорт Добрый день, это программа «С Верой в спорт» у микрофона Вера Власова. Лето в самом разгаре и многих наверняка тянет на природу. Засидевшись в душном офисе, не помешает и активный отдых. Один из таких вариантов мы сегодня обсудим, причем один из таких вариантов для уровня практически любого подготовки спортивной, физической подготовки. Мы обсудим с руководителем отдела активных водных туров Центра активного отдыха «Летучий корабль» Александром Смышляевым. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Итак, мы сегодня говорим о речных сплавах, о речных походах. Что это такое, что это из себя представляет? Вообще, водный поход – это путешествие по рекам Кировской области, если мы говорим про Кировскую область, на рафтах, на байдарках. С группой друзей, с компанией, с коллективом трудовым. Насколько по своей сути, ну, помимо того, что это водные виды транспорта, речной поход отличается от пешеходного или автопутешествия? Вообще, пешеходный поход – это особенный вид туризма. Он очень привлекателен тем, что в нем легко поучаствовать человеку с любой физической подготовкой, не имея какой-либо специальной спортивной карьеры в прошлом. То есть мы берем и идем, по сути. То есть это такой пешеходный, это водный такой вариант, да? Хотя он вызывает, на самом деле, гораздо больше вопросов, и больше вопросов с тем, что смогу ли я это сделать. Потому что пеший вариант, мне кажется, гораздо более доступным, разве нет? На самом деле, для пешеходного туризма необходимо иметь больше подготовки. Серьезно? Да, потому что там нужно четко рассчитать количество груза, который ты с собой берешь. Нужно иметь специальное снаряжение, очень удобную одежду, очень удобную обувь обязательно. Здесь же, в водном туризме, мы можем взять все, что нам захочется с собой. Да, практически. Практически все, что нас окружает в привычной жизни, это какие-то гаджеты, это одежда, которая нам комфортна, это обувь, которая нам комфортна. Практически все мы это можем взять с собой, потому что мы не несем это на себе, а груз идет в байдарке или в рафте. Ну, это же вода, это же представляет собой некую опасность. Вдруг байдарка или рафт перевернется и что-нибудь случится. Может такое быть? На самом деле, такое встречается очень редко. Потому что рядом надежный инструктор. Конечно, вы можете абсолютно ни о чем не волноваться. Всегда вас сопровождает опытный, квалифицированный инструктор, подготовленный человек. И, конечно же, у вас всегда есть ряд средств для спасения под рукой. То есть это спасательный жилет, это обвязка на рафтах, на байдарках. Вы проходите обязательный инструктаж. То есть у туриста в походе, так скажем, пропадает страх воды, потому что все очень надежно и комфортно. Ну, скажу честно, у меня был опыт путешествия как раз подобного на байдарках прошлым летом. И, честно скажу, незабываемо. Ну, чуть позже еще свой опыт привлеку. Вот вы сказали, что можно взять все, что угодно. А что обязательно нужно с собой брать на подобного рода путешествия? На воду с собой необходимо взять одежду по погоде и хорошее настроение. А вот как узнать, какая погода? Настолько непредсказуема? На самом деле, в идеале быть готовым к любым погодным условиям. То есть и пуховичок? Я, например, целенаправленно не смотрю погоду. Я просто готов к любым условиям. Лучше взять с собой одежду и для легкого дождя, и для палящего солнца нашего южного. Помимо одежды что еще? Помимо одежды набор посуды для себя. И если у вас есть какие-то специальные медикаменты, которые вы употребляете, то лучше взять их. Обо всем остальном мы позаботились. Мы полностью подготовили для вас комплект снаряжения, необходимый для сплава, необходимый для ночевки на берегу. Давайте по порядку. С чего? Вот у летучего корабля, в частности, все начинается с морального настроя на отдых. Сколько дней длится такое путешествие? Такое путешествие может длиться от одного дня до недели. Один день? Да. За этот период можно что-то понять вообще, что произошло? Ну, это такой более корпоративный формат, то есть... Без ночевки? Без ночевки. Утром стартуем, вечером возвращаемся в город. Это если у вас есть сформированная команда, группа друзей или... И очень мало времени. И очень мало времени. Потому что, конечно, всю атмосферу похода невозможно ощутить, на мой взгляд, невозможно ощутить без ночевки в палатке. На самом деле, да. Костра, песен под гитару и костра, без этого, мне кажется, никак. Самый оптимальный вариант, конечно, отправляться минимум на три дня, потому что это удобно. Можно в пятницу вечером выехать, после рабочего дня сесть в наш автобус и забыть обо всем. Да, и вот, значит, собравшиеся туристы собираются у бизнес-центра «Кристалл», насколько я понимаю, усаживаются в комфортабельный автобус, отправляются в путешествие. Куда везут этих людей, мы чуть попозже еще расскажем. Мне хочется вспомнить впечатления свои именно от пребывания в автобусе, когда ребята, инструкторы уже тогда начали активно работать, будем так говорить, активно знакомиться с нами, туристами. Уже какие-то игры пошли, шутки, уже нам все так весело, мы уже сидим песни поймем, уже все друг друга знаем, а еще нам три дня, по сути, вместе сосуществовать в дикой местности. И это очень-очень здорово. Итак, куда же нас везут? Какие есть варианты? Какие есть варианты? Варианты есть разные. Это река Вятка, например, маршрут от Лецкого рейда до Слободского. От чего еще раз? Есть населенный пункт Лецкий рейд. Это где? Это Слободской район до поселка Стеклофилины. Например, есть от Устьи Великой... Это сколько километров еще раз? Это 26 километров. И за сколько это продлевается? За три дня. За три дня. Есть маршрут по реке Вятка от Устьи Великой до Орлова. Тоже такой достаточно известный маршрут. И есть, конечно же, жемчужина нашего туризма, вятского туризма. Нимда. Красавица Нимда. Это прекрасно. Учитывая те пейзажи, которые там есть, по Вятке не сплавлялось. По Нимде, да, и это очень красиво. Очень красиво, очень рекомендую. А на ваш взгляд, какой из этих маршрутов, трех, которые вы назвали, самый незабываемый, самый яркий на эмоции, на впечатления, может быть, на какую-то более-менее опасную ситуацию. В общем, в этом плане самый насыщенный маршрут – это, конечно же, любимая Нимда. Он так и называется, любимая Нимда. Он так и называется, любимая Нимда, потому что это самый насыщенный из маршрутов, самый интересный, самый загадочный, самый привлекательный. Если вы не были ни разу на Бересняцком водопаде, на Буржатском утесе, на скалах, на Священной Рощи Марийской, в Священной Марийской Рощи, то обязательно стоит отправиться туда? Священная Марийская Роща – это место, где проводили жертвоприношения до сих пор, насколько я понимаю, проводятся такие мероприятия. Очень энергетически заряженные места, и там прямо чувствуешь, что воздух прямо раскален, и может случиться всякое. Ну, когда еще представитель компании рассказывает всякие там страшные истории, особенно когда попадаешь туда уже в сумерках и возвращаешься обратно уже по темноте, это, конечно, впечатление незабываемое. Река Вятка, сплавы по Вятке, они, наверное, спокойнее проходят, потому что Вятка ассоциируется с такой спокойной текущей рекой, никуда она не торопится, она широкая, комфортная. Правда, так и есть? Ну, на самом деле, так и есть. Если хочется больше разнообразия от реки, скажем так, однозначно следует идти на Немду, потому что там встречаются водные препятствия, легкие перекаты, назовем их так. Так, Вятка же более широкая, более спокойная река, это пляжный отдых, очень удобные выходы, где можно выгрузить снаряжение из флота и удобно разместиться на песке. То есть, если есть какие-то страхи по поводу того, как я буду чувствовать себя на воде, то лучше всего в первый раз сплавляться по Вятке, правильно? Не обязательно. Можно выбрать любую реку. Немда будет более насыщена, более интересна, Вятка будет более расслаблена, более спокойна, более комфортна. То есть, такой вот именно отдых-отдых. Отдых-отдых. Почти пляжный. Да. Вятская ибица. Да, отличный вариант. С дискотеками, да, на стоянках. По возрастным ограничениям, есть ли они, кому можно, кому показано, просто кому противопоказано участвовать в водных походах? Вообще, отдых, водный отдых с летающим кораблем показан всем. Противопоказаний практически нет. И в нашем опыте есть сплавы от участников нескольких месяцев от роду до очень такого почтенного возраста старше 90 лет. Слушайте, а вот если мы говорим о байдарках, ведь там трехместные у вас байдарки, да? Есть двух и трехместные. Вот. И кто-то же должен грести. А как осознать, то есть смогу я грести или нет? Да, выдержу я это или нет? Потому что вот у меня, когда был первый опыт столкновения с байдаркой, да, и с веслом, так первый день ручки-то поболели. Правда, на следующий день никаких симптомов болевых не было абсолютно. Абсолютно. Но поначалу было так довольно-таки насыщенно, да? Это прямо чувствовалось работа мышц. Вот я понимаю, что если, мало ли, на моем месте оказался бы там человечек помладше, да, менее физически подготовленный, чем я, да, то, возможно, были бы какие-то сложности. Вот как это рассчитывается, как вы, может быть, производите рассадку особенным образом в этих же байдарках или рафтах, да, чтобы силы распределялись равномерно. При подготовке инструктора к маршруту происходит распределение участников по флоту, по расселению, по палаткам. И, конечно же, флот компонуется по... Флот, как вы красиво назвали. ...физическим показаниям. То есть мальчики с девочками сидят, да, чтобы мальчик страховали. В каждой байдарке по возможности садится физически подготовленный капитан, и матросам идут детки и порошни, девушки. То есть это уже такая традиционная сложившаяся вещь, которая обязательно в водных походах, да, соизмерять силы и подбирать матросов, да, соразмерно с их возможностями. А есть ли свой какой-то сленг или традиции в походах у водных туристов? Конечно. Каждый из маршрутов насыщен традициями, эмоциями, и какими-то устоявшимися фишками. Например, на Немде вы можете пройти посвящение в туристоводника. Это как? Под водами Бересняцкого водопада. Вы можете стать частью нашей водной братьи. Там прям вот, я даже немножечко поспойлерю, но там целое шоу под этими водами водопада происходит. Незабываемо туда, во-первых, дойти еще нужно. Во-вторых, там на самом деле происходят очень интересные, забавные, очень приятные и милые вещи. Да, и очень здорово. Какие еще традиции? Конечно же, послеобеденная бурундовка. Это священный закон водного туризма. Бурундовка? Бурундовка, да. Что это? Это традиционный отдых после принятия пищи. Это тихий час. Который производится особенным образом. Конечно же, на наших водных походах мы этому обучаем. Готовим туристов. Расскажите подробнее, что это из себя представляет. Очень важно найти комфортное положение свое. Инструктор демонстрирует это на одном из участников. Все принимают заданную позу и принимают после этого солнечные ванны. Ой, как здорово. Ну, прямо, наверное, сейчас программа у нас идет в рабочее время. И те, кто в офисах или в автомобилях это слышат, наверняка хотят тоже побурундовать немножечко. Но вот, господа, ждите выходных, записывайтесь. Тогда это можно будет сделать максимально эффективным. Что-то еще по поводу традиций? По поводу традиций, конечно же, перед тем, как отправиться в сплав, нужно зарядиться хорошим настроением. Каждое утро мы делаем особенные зарядки, которые как раз помогают подготовиться морально и физически к путешествию и сделать его более комфортным. Есть огромное количество анимационных спецэффектов, которые мы применяем в наших сплавах, но... Анимационных не в плане какой-то мультипликации? Графики именно каких-то таких положительных творческих моментов. Правильно я понимаю? Вот это слово «флот» очень мне понравилось. Сколько судов может быть во флоте? То есть сколько байдарок, сколько участников может принимать, может участвовать в походе, в водном походе? Такая средняя группа у нас от 15 до 20 человек. Это по опыту наиболее комфортный вариант по количеству флота, по количеству людей, по размещению на поляне. Ну, то есть средняя сборная группа у нас порядка 15-20 человек. Если мы говорим о корпоративных командах, то это, конечно, от 12 до 130 человек. 130 человек могут сплавляться единовременно? Да. Обалдеть. Вот это вот флот. Это прямо можем противостоять. И Петр Первый даже, наверное, позавидовал бы такому флоту. Круто. Если нет компании, если есть 2-3 человека, или 1 даже человек, который очень хочет сходить, оторваться от этой реальности, от городской суеты и попасть в условия дикой природы, такого вот кайфа постоянного, что делать? Возможно ли там одному-двум людям присоединиться как-то? Конечно, возможно. Для участия в путешествии нет никаких барьеров. Можно стать участником сборной группы и отправиться в путешествие, даже если у вас нет компании. Итак, мы остановились на том, что вот мы едем в автобусе, мы приехали куда-то на место первой стоянки. Я так понимаю, что если речь идет о трехдневном путешествии, сразу же на воду никто не выходит, потому что, собственно, вечер. Пятница-вечер. Раскладываются палатки и хочется, наверное, и поесть. Какие условия здесь? Я так понимаю, что летучий корабль здесь берет на себя все потребности по поводу питания туристов. Как это происходит? И особенно меня волнует вопрос, если есть какие-то противопоказания в еде, либо человек является вегетарианцем. Что тогда? Как быть? Вообще в наших походах предусмотрено отпускное питание, то есть трехразовое горячее питание, перекусы на маршруте. Полностью все вопросы питания мы берем на себя. А кто готовит? Готовят инструкторы. И, конечно же, помогают участники группы. Конечно же. Если есть какие-то особенности у человека, если есть какие-то пожелания, все это возможно в походе учесть. Вообще идеально, если у вас есть какие-то рекомендации по питанию, например, вы вегетарианец, либо вы диабетик, либо что-то определенное не едите, еще при выборе маршрута об этом сообщить в офисе. Тогда мы сможем заранее подготовиться и учесть ваши пожелания. Но, конечно, все регулируемо. Мы готовим и для вегетарианцев, и имеем возможность готовить для людей с особенным питанием. А для тех, кто предпочитает правильное питание или на диете сидит? Это прекрасный вариант, потому что сочетание физической активности с правильным рационом, который у нас все в походе. Свежий воздух, активность спортивная, да, и еще и правильное питание – это идеальная составляющая. Детокс полнейший. Вот, собственно, мы и на стоянке. Вечер, пятница. И на следующий день, да, начинают собираться транспортные средства? В зависимости от времени прибытия и в зависимости от маршрута. Если у нас остается время по, ну, так скажем, до темноты, мы собираем флот прямо в пятницу. Если мы особо никуда не торопимся в субботу, то это может быть в субботу утром. Какие это могут быть транспортные средства, то есть байдарки, рафты, чем они отличаются вообще, что есть у вас в наличии? Байдарка – это небольшое сплавное судно относительно рафта. Это двух-трехместные лодки, каркасные, которые собираются из двух, так скажем, основных компонентов – каркаса и шкуры. То есть твердый каркас, металлический, да, наверное, как правило, и получается чехол, да, такой резинный материал? Да, оболочка из ПВХ, которая надевается сверху. Никаких надувных элементов там нет? Никаких надувных элементов в наших байдарках нет. У нас используются байдарки типа таймень. И надувные сплавные средства – рафты. Они рассчитаны на более такую дружную компанию, либо на компанию с детьми, потому что вообще рафты изначально приспособлены для сплава по горной местности, то есть они абсолютно безопасны. Они… Амортизируют всевозможные удары. Их нереально перевернуть на наших реках. Поэтому если вдруг существуют какие-то страхи или вы идете с детками, то неплохой вариант рафты. Рафт – это большое надувное сплавное средство. Это лодка на 6… От 6 до 12 человек вместимостью. Конечно, байдарка более быстроходна, более маневренна. Если есть желание получить 100% впечатлений от прохождения перекатов, то это однозначно байдарка. По поводу впечатлений от перекатов. Есть что сказать. Потому что когда мы сплавлялись год назад, река была довольно полноводной. Но вместе с тем эти перекаты вызывали наши опасения. Мы путешествовали с ребятами, которые тоже, по сути, в первый раз. Мы принимали участие в подобного рода походе. И когда мы подплываем к месту, нам инструктор рассказывает, что вот внимание сейчас будет опасность. Примерно объясняет, как мы будем входить в этот треугольничек, который образован течением. И, конечно же, мы киваем головами. Да, да, нам все ясно. Но в голове такой страх, на самом деле. Прямо, да я и должна побыть этого слова, паника. Как мы это все будем преодолевать? Я, естественно, сидела как-то на носу корабля, называется. То есть я это все видела, и вся эта панорама событий передо мной прямо разворачивалась. И, конечно же, когда самостоятельно, там, с веслом в руках, это все преодолеваешь, когда ты видишь, что твоих соседей там закрутило, не дай бог, конечно, перевернуло, но там, может быть, они сели на мель, а ты так успешно, вот на всех этих перекатах подпрыгивая, тебя захлестывает волнами, и ты потом с победным таким возгласом выплываешь на спокойную воду. Такой кайф просто. Невероятный экстрим, и просто буря эмоций и впечатлений. И самостоятельно пройдя подобные перекаты, это уже сила появляется. Такая вот прям уверенность, да, что сейчас мне ничего не страшно. Особенно когда инструктор рассказывает, как там бывали сложные ситуации, да, с некоторыми, скажем так, не совсем подготовленными товарищами, кто, может быть, не соблюдал правила безопасности в подобного рода транспортном средстве. Но, конечно, байдарки, на мой взгляд, это такая вещь более молодежная, более серьезная, да, как вы правильно сказали. Более эмоциональная. Да, 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 да. То есть эффект ярче, чем от рафта. Да, то есть рафты, либо байдарки, да, то есть либо одной, либо другой. Собирается все тоже инструктором, плюс непосредственно участие участников водного похода. Вы уже упоминали о корпоративном отдыхе. Да насколько вот это направление сейчас развито, как обычно проходят корпоративные мероприятия, что вы здесь можете интересного предложить? На самом деле это излюбленный вид отдыха для наших корпоративных клиентов. Очень много постоянных уже... Подсевших, да, что называется? Так скажем, да. Да, да, да. Компании, которые сделали сплавы своим традиционным видом отдыха. Это такие компании, как Трайтсофт, группа компаний Железно, это агрофирма Дароничи, агрохолдинг Дароничи. И очень-очень много корпоративных команд, которые доверяют нам уже на протяжении многих лет. А поскольку участников у них обычно в таком корпоративном заплыве? От 12 до 130. Да, ну, да стоит отметить, что подобного рода отдых на самом деле сейчас набирает обороты, что это становится более популярным, к счастью, на мой взгляд, более популярным, чем какие-то стандартные посиделки совместные, ну, там, с разного рода напитками. И здесь, на самом деле, сплотчение коллектива идет очень мощное. То есть чувствовать плечо коллеги рядом дорогого стоит. Да, и начинаешь уже по-другому. Как говорят, что человек узнается в походе, да, в сложных ситуациях походных. Вот, и так можно очень хорошо проверить, наверное, да, достойный этот человек работать рядом, да, и в такой компании, и что он на себя на самом деле представляет. Без всяких масок, без всякого там грима, да, на самом деле, что он за человек, с какими чертами. Вы упомянули, что... Да, и, в принципе, мы этом тоже говорим, о безопасности на всем маршруте. Ну, как бы мы этого ни отрисовали, но риск все равно есть, согласитесь. Как мы можем себя обезопасить, если какие-то страховки, да, нужно ли страховаться от этих же клещей элементарно, да, от каких-то ситуаций, которые могут на воде, либо в походе произойти. Как это происходит у вас? Каждый наш турист застрахован от несчастного случая, поэтому здесь вы можете не переживать. Все, что может с вами произойти в походе, мы обо всем позаботились, все предусмотрели. Конечно же, в путешествии вас сопровождают профессиональные инструкторы, которые имеют необходимую соответствующую подготовку. В любом случае вы не останетесь без внимания, если вдруг что-либо произойдет. Да, ну, еще раз отмечу, да, что, во-первых, можно даже одному человеку, если вот хочется очень пойти в поход, да, сплавиться по рекам, по Нимде, по Вятке, то бояться не стоит, нужно просто обратиться и уже непосредственно в команде. Я думаю, что очень быстро можно будет влиться в коллектив, потому что ребята у вас там очень опытные, да, быстро это все организуется в какой-то единый такой комьюнити, сообщество, с общими интересами, все вместе там играют, все вместе поют, собирают палатки, байдарки, готовят еду. Это все на самом деле очень здорово. И возможность прекрасно приобрести новых знакомых, друзей, хороших, проверенных причем друзей, с которыми потом можно будет ходить и в другие походы, и в пешие, и в велосипедные, да, и здорово, очень здорово проводить время. И, конечно же, в плане физической подготовки, да, несмотря на то, что у нас спортивная программа, это именно тот вид, вид спорта, да, будем так говорить, потому что, ну, спорт, достижение цели, наша цель – это пройти маршрут, да, возможно, пройти его с какой-то скоростью. Кстати говоря, пока сплавляемся, да, пока идем по реке, можно и посоревноваться. И мы так делали, да, на байдарках. То есть у нас там было 8 или 9 байдарок, и мы соревновались, кто быстрее. Это очень круто. Да, потом уже такие навыки приобретаются, что на самом деле можно и потом опередить соперников своих. Александр, вы вернулись буквально вчера, позавчера, да, из похода, Сколько вы дней были вдали от цивилизации? Десять дней. Десять дней. И как там? Расскажите тем, кто вдали от леса проживает. Там очень хорошо. На самом деле сейчас идет пик лета. Это прекрасная погода, несмотря ни на что, несмотря на предварительные прогнозы. На реках сейчас просто великолепно. Что значит великолепно на реках? Да, как это великолепие, физически можно почувствовать, ощутить в водном походе, в частности? На реке всегда комфортно. Если в городе непереносимая жара, то на берегу реки всегда отдувает легкий ветерок. Если здесь холодно и сыро, то зачастую реки задерживают грозовые мака. И очень часто, если в Кирове идет дождь, то на Немдеево просто нет. Если прогнозы обещают дождливую погоду, но очень хочется выбраться на природу, возможно ли поучаствовать в водном походе, если идет дождь? Конечно, возможно. В любом случае турист, выходящий на воду, готов к воде. Это и наличие дождевиков, и упакованные вещи, которые находятся в безопасности, в гермоупаковках. То есть сейчас достаточно тепло, и даже в дождь сплавляться комфортно. А что касается разведения костров на стоянках? Этим занимаются инструкторы, которые подготовлены. Специально обучены. Специально обучены. Поэтому обогреют, накормят в любую погоду. Костер в любую погоду. Здорово. Наверное, на этом мы вынуждены уже закончить нашу программу. Прекрасно побеседовали. Сегодня мы говорили о водных сплавах. Прекрасная возможность, на мой взгляд, провести выходные так, чтобы отдохнуть в полном смысле этого слова. И физическая активность, и какая-то эмоциональная, очень яркая жизнь на эти два с половиной-три дня ожидать всех, кто действительно этого хочет. Природа, потрясающая погода стоит за окном. Поэтому всем рекомендую. На самом деле, очень классно проверено, протестировано. И сегодня мы обсуждали данную возможность с руководителем отдела водных туров Центра активного отдыха летающих кораблей Александром Смышляевым. Александр, спасибо вам большое. Очень здорово. Если у вас появится что-то новенькое, вы, пожалуйста, приходите и нам рассказывайте. Обязательно. Спасибо. А мы будем наслаждаться этим пользоваться. Конечно. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч. С Верой в спорт Когда ты работал, трудился целый год И отпуск стал нужен тебе, как кислород Жену друзей, детей, бери с собой скорей поход И летучий корабль вас отдохнуть зовет Увлекательные водные походы С центром летучий корабль 255-888 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...